Здравствуйте, дорогие друзья. 46 ступенька, 46 день Амера, Нецах Малхута. И в этот день надо оценить, склонны ли мы терять контроль над собой в моменты стресса. Если склонны, тогда мы учимся тому, как говорят в этот день. Набираем воздуха, делаем вдох, задерживаем дыхание, быстро думаем. Это все испытание для нас. У нас есть силы выстоять в нем. Надо не терять контроль. У нас есть силы на все. И мы можем излучать уверенность и для себя, и для окружающих. А значит побеждать. И в этом урок сегодняшнего дня. Начались подготовки к празднику Шаву Вод. Расскажу короткую притчу. Жил бедняк. Бедняцкая у него маленький грязный домик. Там мыши, там паутина. Люди старались обходить этот грязный дом. И вот однажды ему подарили необыкновенной красоты вазу. Вначале он хотел ее продать. Зачем ваза в таком доме? А потом подумал, сорвал очень красивые полевые цветы. Вставил вазу, посмотрел, красота. А потом подумал, ну неудобно, чтобы стояли в таком доме. Начали убирать. Убрал что-то. Убрал паутину. Помыл, почистил. Посмотрел. Дом-то совсем неплохой. И люди начали приходить. И вот в наш дом собирается прийти Тора этого года. Это как бы величайшее событие, величайшее, что может быть. Бог вложил себя в Тору и дает ее нам. И приходит к нам. Как же нам при двери этого события не вычистить наш дом? От чего? Кто от чего? Каждый знает. Один от зависти, один от гнева. Еще от чего-то там. Главное начать эту духовную уборку. И понимать, что духовная составляющая должна стать важнейшей частью нашего существования. Вот это вот очень важно. Не достаточно, чтобы атмосфера святости была в синагоге или еще где-то. Нужно, чтобы она шла в дом, во время сна, во время работы. Так построена настоящая жизнь. В преобразовании материального святоя заключается главное, для чего нам дана Тора. Изменив события, Бог показал нам, как в секунду можно не то, что человек, а народ можно вывести из рабства. Нет границ невозможному, сказал он нам. И не зря мы получаем Тору во время изучения книги Бемидбар. Бемидбар. Недельная глава Бемидбар рассказывает нам о 38 годах, проведенных народом в пустыне. И тема, вот как бы, главная здесь о чем? Что пустыня это такое место, где человек остается, в общем-то, один на один с собой. И главные сражения человека со Скотским, это в нем, описано вот все в книге Бемидбар. Все сражения человека, корох, вожелавший сразу и все, земли, позволившие себе недозволенные, разведчики, убедившие себя в необходимости, как бы, жертвы невступления в Израиль. Все эти темы и множество других звучащих в книге. Это полный перечень всех персональных войн, которые ведет человек в течение своей жизни. И главная победа, это избавление от иллюзий, от жизненных миражей. Надо видеть мир такой, как он есть. И как результат, опять же, по выражению мудрецов, что получается? Пустыня реальности, сказали мудрецы, где отсутствуют миражи наших всяких фантомных желаний, интересов, начинает проявляться настоящая реальность диалога человека с Творцом. То есть мы должны немножечко вот этого шума дорог, монорельсов, я знаю, что еще, отойти, оставить себя один на один с Богом иногда. Перед собой специально читать всегда эту книгу Беменбар. Почему? В этой главе есть еще важное послание, наставление, так сказать, о том, через какую призму мы должны смотреть на Тору, с каким взглядом к ней относиться. О чем говорит глава Беменбар? Здесь заложено указание для людей и на все поколения. Обычно люди себе представляют что? Что они живут своей жизнью, стремятся к удовольствиям, здоровье, счастье, деньги, столидный статус, семья, достаток, все. Но, говорит, мы же хорошие люди, поэтому и Всевышнему дадим что-нибудь. Там пару молитв, шаббат, иногда праздники. Казалось бы, ну праведник просто еще урок слушает. Однако нам, вот читая главу Беменбар перед дарованием Торы, нам рассказывается совсем другое. Нам рассказывается построение, как строился народ и все строилось вокруг храма. Все строилось вокруг храма. И нам говорят, что храм должен находиться в центре нашей жизни. Не на обочине, не когда-нибудь в свободное время мы туда зайдем. Нет. Это такой должен быть мир человека настоящий. Все строится вокруг храма, вокруг духовности. Все, что приходит к нам в жизни, это свет от Бога. Это его энергия. Мы принимаем и иногда используем. Кто куда, не всегда правильно. Но есть одно общее. Если вы принимаете что-то с кислым выражением лица, без радости, без улыбки. Скажите, вы доставите удовольствие дарителю? Вряд ли. Так и наша обязанность, чтобы мы, даже не понимая иногда, почему то или иное событие является даром Творца, даже если мы не видим этого, показывать ему, что мы рады. Это тоже наша задача. И надо запомнить, что жизнь любят не тех, кто ноет по пустякам, а тех, кто по пустякам радуется. Давайте готовиться к празднику, чистить наши конюшни от того, что мы там за год себе наносили. И мы получим Тору на новом уровне. И с улыбкой, и с радостью. И тогда все в жизни поменяется. Брахава от слаха.